Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Россияне переключают свое внимание чаще всего на то, на что переключает свое внимание телевидение. Как сообщает РБК, тема коррупции стала беспокоить российских граждан больше, чем конфликт на юго-востоке Украины, приводит данные Фонда общественного мнения Левада Центр по итогам опроса. В списке же самых важных проблем россиян первое место занял рост цен. Инфляция беспокоит 78% опрошенных, бедность 42% и рост безработицы 36%. Так, еще, как говорится, не успев пожить, Россия снова вынуждена стала выживать. Инфопресс В Минэкономразвитии тем временем предложили отказаться от санкционного мяса даже после отмены Порденбарга. Квоты на поставку мяса будут распределяться исключительно по решению коллегии Евразийской экономической комиссии. Говорится в проекте постановления правительства. Как сообщает Ленточ, в соответствии с документом, квоты на поставку мяса в Россию будут распределяться между компаниями, которые поставляли мясо в 2015 году. Такое распределение будет пропорционально объемам говядины, свинины и птицы, ввезенным с 1 января 2013 года по 30 сентября 2015 года, отмечается в проекте постановления. В сети по этому поводу уже стали шутить, что можно отказаться от хамона, лосося и пармезана, но лучше от Путина, Медведева и единой России. Тем временем президент Владимир Путин, комментируя экономическую ситуацию в стране и обстановку на нефтяном рынке, заявил, что ничего необычного для страны в этом нет. Так как правительство проходило ситуации подобного рода в 2008 и 2009 году. По его словам, набор мер поддержки экономики бизнеса выработан вопрос только в том, какие инструменты и в каком объеме включать, сообщает радио Вести ФМ. При этом Путин считает, что ничего драматичного нет в нынешнем уровне цен на нефть, а биржевые корректировки были ожидаемы. Он, видимо, думает, что все позабыли, как он предрекал крах мировой экономики при стоимости баррелей в 80 долларов. В свою очередь, в целом, в Кремле соизволили начать спускаться с небес на землю. Как сообщает в своем твиттере радиостанция «Свобода», бюджет 2016 года составит с учетом цены на нефть в 50 долларов за баррель. Хотя и эта сумма уже кажется слишком большой. Удачи в делах. Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс